здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня по многочисленным просьбам показываю украшение торта выравнивание этого торта а также буду делать цветы именно из крема пломбир из начиночного по сути крема в котором в два с половиной раза пудинговая основа по весу превосходит вес сливочного масла то есть по сути это крем на киселе на молочном я это буду делать сейчас я покажу здесь у меня тортик экспериментальный такой я его собрала именно для того чтобы показать вам это видео в проблемной форме я его собрала в квадратные 12 на 12 сантиметров он у меня у кондитерского мешка я отрезал где-то 5 миллиметров и крем для его экономии я наношу на торт именно из кондитерского мешка я просто тонюсеньким таким полупрозрачным слоем сначала связала крошки на этом торте этим же кремом и шпателем обратите внимание я его держу параллельно подложки и также перпендикулярно то есть не обязательно его держать только перпендикулярно подложки обязательно и параллельно подложки держим при выравнивании именно прямоугольных тортов сейчас я окрасила крем этот пломбир крем у меня пломбир начиночный крем по сути и им я сейчас выравниваю и украшаю этот торт я показываю что даже в акварельной технике он наносится очень хорошо на основу видите я сейчас ее также буду разравнивать шпателем добавляю там где мне его мало сразу хочу сказать что у меня достаточно большой опыт выравнивание тортов различными кремами но с этим кремом именно в плане выравнивания мне работалось не совсем комфортно то есть я бы не стала выравнивать торт этим кремом потому что пудинговая основа она в принципе как сказать тянется ее невозможно не разогнать как бы здесь не нагреть не нагреть шпатель иначе поплывет тогда масло поэтому я для цветов очень даже можно использовать но выравнивать я бы не стала это мое лично такое мнение это был для меня эксперимент тоже насадка 135 фантазийной гортензия я сейчас такие цветочки просто незамысловатые отсажу по бокам именно торта мне очень много каждый день поступают вопросы в комментариях можно ли сделать тюльпаны из этого крема и вот сейчас я сделал такую основку желтым кремом для тюльпанов именно насадка обычный тюльпан у меня здесь и я вот по многочисленным просьбам хочу показать именно как сделать тюльпаны из этого крема делаются они превосходно капкейки допустим можно украсить этим кремом именно крема пломбир подробнейший видео рецепт есть на моем канале этого крема проходите по ссылке и и я оставлю в описании к данному видео и смотрите как он делается там подробнейшие видео делается он из очень простых ингредиентов это крем пломбир без яиц кто еще не знает кто не смотрел этого видео по сути это немецкий масляный крем на пудинговой основе поэтому кому интересно проходите по ссылке и смотрите вот такие превосходные тюльпаны получаются здесь я отсадила также листью тюльпанов насадкой лист тюльпана окрашивала сами тюльпаны я жирорастворимым красителем листья и голубую основу торта я окрашивала водорастворимыми красителями про красители сейчас дальше видео смотрите все это я покажу подробно будет про все красители 6 видов красителей буду тестировать именно на этом креме я сняла все эти тюльпаны потому что это у меня экспериментальный торт специально чтобы показать вам и теперь из этого же крема который я убрала я отсаживаю вот такие завитки отсаживаются они просто великолепно из этого крема из начиночного крема опять повторюсь по сути и шапочки для капкейков можем им украшать превосходно очень гладко получается очень хорошо держит они форму в холодильнике как когда постоят просто сказочные и очень очень вкусный и легкий крем получается видите потом я сейчас вот эти вот завитки все разровняю и торт у меня будет такого цвета майской зелени теперь я взбиваю новый крем чтобы делать новые цветы и сейчас я вам покажу все нюансы огромное количество вопросов поступает как сделать чтобы он не расслаивался этот крем вот сейчас все это покажу и расскажу взбиваю я размягченная до комнатной температуры масло сливочное здесь у меня его 250 грамм как и есть у меня в рецепте пудинговая основа у меня уже остыла она у меня уже стоит на готове как готовится этот крем проходите по ссылке видите масло глянцевое очень хорошие у меня 82 процента жирности долго не взбиваем мы просто вводим и перемешиваем первый момент почему может отслоиться крем от того что очень долго взбиваем второе это некачественное масло или даже наверное это первое и третий момент это очень холодные две массы крем он любит теплую температуру сейчас очень холодно на улице сейчас зимний по сути период уже начался видите вот он у меня взбился хотя было все комнатной температуры он такой как бы вот рахловатый мне не нравится его консистенция я ставлю на полминуты прям в этой емкости в микроволновку и импульсами по 10 секунд я его прогреваю 30 секунд у меня микроволновка 1000 ватт и вот столько я его прорабатывающим миксером здесь я не вырезала время видите какой гладкий крем у меня получается он любит теплую температуру этот крем не горячую но слегка его нужно опять подогреть и все и крем будет глянцевый стабильный и очень очень ровный посмотрите какой красивый крем у не получился видите еще раз повторюсь пудинговой основы здесь в два с половиной раза больше чем масляный то есть по сути это это крем на киселе на молочном которого киселя здесь очень много допустим сгущеночный крем мы берем масло со сгущенкой один к одному у нас пропорция здесь у нас два с половиной две с половиной единицы пудинга и только одна единица масла очень бюджетный крем теперь я его буду окрашивать этот крем по многочисленным просьбам шестью видами красителей первый у меня вид который я буду тестировать это водорастворимый сухой краситель фирмы rainbow даст английский краситель давайте посмотрим что из этого происходит во первых цвет получается менее интенсивный чем я бы его окрашивала допустим этим же красителем белково-зварной крем это просто для примера я говорю и легкие такие вкрапления все равно не размешаются это я говорю именно про сухой краситель потому что мне каждый день пишут в комментариях чем этот крем окрасить как с ним работать вот отвечаю на все вопросы в этом видео потому что вопросов накопилось действительно очень много теперь у меня из дешевой серии гелевый краситель такой он европейский этот краситель цвет тоже дает менее интенсивный чем был бы он в белковом креме вот смотрите теперь я меряю температуру какая температура этого крема после разогревания в микроволновке тут постоял пару минут и сейчас температуру у нас достигнет кондитерским термометром я его меряю эту массу 27 и 2 градуса у него температуру этого крема то есть когда его разогрел он был я думаю градусов 28 это и 30 больше нельзя его греть то есть он любит теплую температуру и тогда все эти массы не расслаиваются они прекрасно дружат друг с другом если вы его поставите в холодильник вот именно из правильного из теплого крем украшенный торт он у вас не отслоится ни в коем случае в холодильнике видите легкие вкрапления тоже остались после этого красителя это вот обычный европейский из такой обычной серии краситель теперь обычный российский топ декор вот он мне понравился из всех гелевых красителей больше всего очень однородно он его окрасил конечно же менее интенсивно чем бы он окрашивал белково-заварной крем цвет у меня здесь красный топ декор этот крем окрашивает превосходно посмотрите какая глянцевая масса хороший получается без всяких вкраплений без всяких этих прожилок каких-то вот он его окрашивает очень равномерно цвет не очень интенсивный получается но по консистенции самый хороший теперь я окрашиваю фирмы rainbow dust зеленый цвет это английский гелевый краситель я им постоянно пользуюсь для окрашивания белково-заварного крема этот кремом окрашивается не очень хорошо такие вкрапления небольшие будут от этой фирмы от rainbow dust есть огромные линии тоже жирорастворимых красителей имя накрашивается конечно очень хорошо это гелевый водорастворимый краситель есть небольшие вкрапления но тоже в принципе хорошо окрашивает и вот эти вкрапления даже они нам в помощь что зелень она и выглядит более естественно вот сейчас я окрашиваю немецким жирорастворимым красителем желтый идеально окрашивается потому что это масляный крем по сути Видите, очень однородная масса, без вкраплений, без прожилок. То есть жирорастворимый идеально для него. И из водорастворимых гелевых красителей лучше всего окрашивает российский топ-декор. Видите, жирорастворимый окрашивает его просто превосходно. И теперь я буду последний цвет, шестой, я буду окрашивать пастообразным водорастворимым немецким красителем. Здесь у меня индиго синий цвет, цвет между синим и сиреневым, очень красивый цвет. И вот посмотрите, как он окрашивается. Видите, он очень такой плотный, потому что это паста, это не жидкий он, а именно пастообразный. Он очень экономичный, это краситель. Но тоже, как бы, такие вкрапления есть в нем. Вот такие цвета у меня получились. Ими сейчас я буду украшать тортик. Тортик этот мой же, который я при вас и выравнивала. Видите, здесь насадка у меня будет тюльпан, две розы, хризантема, листик и фантазийная гортензия. Лучше всего это желтый, это жирорастворимый краситель. И коралловый, это именно был красный топ-декор с насадкой изогнутой розы. Видите, насколько однородные они. Вот из гелевых лучше всего топ-декор. Ну и, конечно же, желтый жирорастворимый. Вот те самые завитки зеленые, я их разровняла по всему торту. Видите, теперь у меня торт стал зеленым. Но уж раз экспериментируем, то надо все попробовать на одном тортике. Розочку одну я отсадила вот так вот. Но она немножко такая неустойчивая, потому что это, по сути, крем начиночный. Поэтому я сейчас буду отсаживать розы на конусах. Я беру рисовый конус. Насадка у меня здесь изогнутая роза. Я ее там показывала сейчас наглядно, как она выглядит. 2 см на выходе. Обычная изогнутая роза, не зауженная. Здесь я специально не взяла такой кондитерский гвоздик, вот этот, на который мы ставим рисовый конус. Специально показать для тех, у кого его нет, что можно рисовый конус держать просто в руках. Я его потом в конце видео покажу. Он у меня, конечно же, есть. Просто в этом видео мне хотелось уж экспериментировать, так и экспериментировать. Хотелось показать вам, что и так можно отсаживать розы. И смотрите, я сразу ножницами ставлю эту розу на торт. Я ее не замораживаю. Замораживать я потом буду. Я специально нарезала вот эти листочки из бумаги для выпечки. Видите, они у меня на столе лежат, наготове. И я сейчас ими воспользуюсь. Этот крем, это по сути начиночный крем, превосходно, без замораживания, держится на рисовых конусах. Если их заморозить, можно не использовать рисовые конусы, а можно прям сразу отсаживать его на вот этих листочках бумаги для выпечки. Здесь у меня насадка роза, скошенная, полтора сантиметра на выходе. Вот эту розу я делаю в малазийском стиле, можно сказать. И здесь у меня тот краситель, который был сухой, водорастворимый. Красный краситель, я его чуть-чуть добавила. И получился такой очень нежно, скажем так, персиковый цвет. То есть цвет, конечно, менее интенсивный получается, чем когда мы окрашиваем масляные кремы именно жирорастворимыми красителями. Видите, превосходно цветы держатся на рисовых конусах. Это, по сути, начиночный крем. Еще раз повторяю, это крем-пломбир, который есть на моем канале. Сейчас я отсаживаю из насадки 80, я отсаживаю цветок хризантемы. Я ставлю ее на торт и держится она также превосходно. Теперь у меня насадка тюльпан, который я показывала сейчас, когда они у меня все были выложены на столе. Тюльпаны превосходно просто отсаживаются из этого крема. Они даже, мне кажется, лучше отсаживаются, чем из белково-заварного. Многие спрашивают, можно ли капкейки украсть именно этим кремом тюльпанами. Можно и даже очень. Сейчас я делаю тоже такую маленькую розочку. И тоже я ее поставлю впереди торта. Видите, вот такие розы, они делаются очень превосходно из этого крема. Также уже сразу на торте я отсажу сейчас пару таких бутончиков хризантем. Конечно, тяжелее хризантемы делать из этого крема, чем из белково-заварного. Но хризантемы я бы советовала лучше замораживать. Делается это элементарно. И вот смотрите, сейчас одну розочку я хочу заморозить, чтобы вам просто показать в пределах этого видео. Для этого я беру кондитерский гвоздик. Я приклеила также на крем-бумагу для выпечки. И отсаживаю розочку без основания. Здесь этого достаточно, этим экономится крем. И сейчас буквально за полчаса в морозильнике она заморозится. Очень хорошо эта розочка. И в конце видео я покажу, как я ее уже буду оттуда доставать. Буквально пока я украшу весь мой торт. Сейчас вот зеленым кремом я просто мастихином наношу по бокам. Ну, типа зелени какой-то в акварельной такой технике. Очень хорошо будет смотреться. Именно как что-то такое, вот травка какая-то. Что-то такое абстрактное. Листья я насадкой листик обычный номер 71 см на выходе делаю. И насадкой 135 в начале видео я ее показывала. Фантазийные гортыки. Полевые цветочки незамысловатые. Они очень украшают любой тортик. И насадкой номер 80 хризантемы я также отсаживаю такие желтенькие по 2-3 лепесточка. Тоже они очень дополняют эту композицию. И это все из начиночного крема пломбир. Не забываем об этом. Это не совсем классический масляный такой крем, как мы привыкли масло на сгущенном молоке. Это не белково-масляный, он тоже скоро будет на канале. Который вообще мега крем, я считаю. А это именно начиночный крем-пломбир пудинговый. Без яиц даже. Всегда об этом помним. Вот такой тортик у меня получается. Очень такой летний получается тортик в наше зимнее время сейчас уже. Но очень хочется показать, что и этим кремом можно работать. Выравнивать мне не очень было комфортно этим кремом. Но цветы получаются даже без заморозки. Вот такие вот превосходные. Я вам показываю, что есть у меня такой железный гвоздик, на котором держатся конусы. Да, рисовые? Вот она насадка 135 фантазийная гортензия, которой я делала эти незамысловатые цветочки. Но в этом видео экспериментальном я даже этот конус не использовала, чтобы показать вам, что рисовые конусы можно делать просто в руках. Итак, из морозилки я достала розочку. Она очень хорошо замерзла, буквально за полчаса. Видите, я держу ее руками, которые мы отсаживали сейчас в видео в этом. И ставлю ее на торт. Вообще, для всех масляных кремов это привычная практика. Замораживать цветы на таком клочочке пекарской бумаги. Очень хорошо это делается и очень хорошо потом они устанавливаются на торт. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok